Затарится Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, мои хорошие! Хочу вас спросить, а вам приходилось когда-нибудь сдавать экзамен? Отвечать на многие вопросы учителя, когда нужно постараться не допустить ошибок и показать все свои знания? Знаю, знаю, кто-то уже побывал на экзамене, но я надеюсь успешно, а не так, как одна барышня, о которой я вам хочу рассказать. Были у одного барина дочь и сын. Барин был богат, а потому на образование детей денег не жалел, лучших учителей в округе нанимал, а одного аж из самой столицы привез. Но сын учился с охотой, а вот дочь, одним словом, учителя, но не родилась ее и дерзость, очень уж жаловались. И вот однажды... Что здесь такое семью семь? Семью семь, семью семь. Свет мой зеркальце, скажи, да все правда доложи, сколько будет семью семь? Это будет двадцать пять. Правильно? Нет, неправильно. Шестью пять. Шестью пять, шестью пять, шестью пять, шестью пять, шестью пять, это будет сорок шесть. Или сорок семь. Или может быть сорок восемь. Нет, всего-навсего тридцать. Какая глупая эта таблица умножения. Слышала? Слышала? Папенька едет на выходные в столицу и нас самоберет. Да слышала, слышала. Чего я тут по-твоему прозябаю? А чего? Из-за этого самого. Папенька сказал, что меня сам экзаменовать будет. Потому что учителя жалуются на мою учебу. Вот если хорошо сдам экзамен, то поеду в столицу. А если нет? Мне дохочется в столицу поехать. Вот эта противная таблица умножения никак не дается. Еще вон история, география. Ну, сестрица, даже паренная репа и да будет сложнее от таблицы умножения. Да, паренная репа? Если ты такой умный, скажи, сколько будет шестью шесть? Тридцать шесть. Откуда ты знаешь? Подпредел, наверное. Так, а сколько будет трижды четыре? Двенадцать. Правильно. А как пишется слово «корова»? Ко-р-о-ба. А где находится Северный полис? На севере. А южный? Само собой, на юге. А как будет по-английски слово «пожалуйста»? Блин. Ну, вот всего этого я и не знаю. И папеньке экзамен не знаю. Мне в какую столицу не поеду. Ну, сестричка, ну ничем мне тебе помочь, а? Ничем поможешь? Ничем ты не сможешь помочь, братец. Если бы вот папенька жалился бы и… Хотя знаешь что, братец… Ну-ка, скажи-ка что-нибудь девчачьим голосом. Девчачьим? Да вот еще. Пожалуйста, пожалуйста, скажи. Вот таким что ли? Да. А теперь ты сможешь мне помочь. Ну-ка, иди сюда. Как? Иди, садись. Когда папенька придет, будет создавать мне вопросы, ты отвечай за меня девчачьим голосом. И папенька подумает, что это я отвечаю. Да он сразу поймет, что это не твой голос. Нет, я скажу, что я заболела, просудилась. Да разве что-то? Тихо садись, папенька идет. Ну, двоечница. Сейчас поглядим, что это учителян стали тут на тебя жаловаться-то. А это, так сказать, презент небольшой. Твои любимые, дорогуша. Ну, это в случае успеха, конечно. Ну что, в начале-то дело. Согласна? Что ты сегодня неразговорчивая? Согласный, согласный. Что такое? Согласная говоря, папенька. Нет, а что у тебя с голосом-то сегодня? Простыла малость, вот голос и изменился. Ну, в этом случае горячее молочко помогает. Ну, это ладно, это потом. Вопрос номер один. Сколько будет пятью пять? Двадцать пять. Шестью семь? Сорок два. Так, восемью девять? Семьдесят два. Молодец, хорошо. Ну, а скажем, как пишется слово «колобок»? Ко-ло-бок. Молодец, так. Ну, а скажем, «жиши»? Пиши через «и». Отлично, отлично. Да это легкодня. Вы, папенька, меня что-нибудь посложнее спросите. По химии, например. Да при чем тут химия? Галушка, о чем ты? Это братство изучает химии. Ему нужно. А тебе-то на что химия? Тебе, в крайнем случае, вот география. Вот скажем, какой город является столицей Англии? Англии, м? Лондон и The Capital of United Kingdom. Ха, молодец. И по-английски она может. Что такое? Мне показалось, кто-то чихнул. Простите, папенька, это у меня в носу засвербило. А, в носу? А, ну, это бывает. Когда в носу-то. Ну что ж, заслужила. На, любимые пирожные. Ешь, ешь, вкусненькие, свеженькие. Только что из бушной Григорьева. Так сколько, ты говорила, будет дважды два-то? Четыре. Это папенька даже младенца знают. А, младенца-то они знают. А как пишется слово обманщики? Об-ман-щи-ки. Молодец. Молодец. Значит, вы с братцем-то решили меня, значит, обмануть? Хорошо. Ну, папенька, я просто хотел ей помочь. Ну, вот что. Придется тебе, голубушка, на выходные-то науками заняться. Да, хотел вас с собой в столицу-то взять. Так вот, занимайтесь. А ты поможешь только по-настоящему. А вернусь из столицы-то? Проверю. Ну, бабенька. Ну, бабенька. Ну, бабенька. Ну, бабенька. Что такое? Вернусь. Проверю. Ну, бабенька. Ну, бабенька. Вот и вся история. Ну, что тут скажешь. Обманывать отца просто неслыханно. Ну, скажите, разве это допустимо? Да и помощь братец оказал сестрице прямо сказать такую, что и помощь от ее назвать язык не поворачивается. Уж если решил помочь, так позанимайся с человеком, объясни ему непонятные места, научи, как лучше запоминать. Впрочем, что я все о брате да сестре. Слышал, что и сейчас в школах, чтобы помочь приятелю, дают ему списать домашние задания, подсказывают на уроки. Ну, и чему ваш приятель научится? Да ничему. Так и будет жить неучим. Подумайте об этом. До новых встреч. До свидания. Всего вам самого доброго. И ангела вам, хранителя.